Ринат готов? Да. Уважаемые коллеги, вторая сессия сегодняшнего дня PIMON посвящена картинкам, но не просто красивым картинкам, а тем идеям, которые за ними стоит, и как с этим всем можно жить, и как это полезно использовать. Я передаю слово Ринату Хамедулину, своему коллеге по САПСНГ. Ринат, тебе слово. Коллеги, всем привет. Рад видеть знакомых среди участников нашей сессии. Для тех, кто меня не знает, рад знакомству. Сегодня мой доклад будет очень, скажем так, мягкий, лайтовый. Мы старались с Ильей сделать так, чтобы каждый день PIMON включало в себя один или два тяжелых основательных информативных доклада и один какой-нибудь легкий доклад. Мой доклад как раз из категории легких, может быть даже отчасти развлекательных, но все равно с каким-то смыслом. Я расскажу про те диаграммные техники и наборы иконок, которые появились не так давно, появились у САПа не так давно, но и которые САП пропагандируют к использованию и партнерами, и клиентами. Мы взглянем на вопрос моделирования графического чуть-чуть немножко более шире. Посмотрим на то, какие диаграммные техники у САПа применяются, где какие материалы об этом можно найти, как они между собой отличаются и как их правильно применять. Вообще, зачем мы заморачиваемся, да, скажем так, на тему диаграмм и схем? Почему вообще этот вопрос обсуждается и почему время от времени кто-то что-то изобретает на эту тему? Ответ, конечно, лежит на поверхности, да, он самый очевидный, но на всякий случай озвучим его словами. Очень часто, что анализируя, собственно, время, которое потратили на разработку какого-то решения, да, вы можете увидеть, что огромная его часть, связанная с проектированием, да, она скрыта в работе по сбору информации, попытке осознать техническую информацию тех систем, с которыми вам предстоит работать или которые вам нужно соединить с интегратором, получить какие-то требования из людей, которые определяют поведение интегрируемых систем, требования, которые поступают от команд безопасности или от команд айтишников, да, как это все вот в одну целую, в одну картинку заставить и придумать, как это все вместе должно работать, правильно сформулировать ограничения и допущения о том, как это должно работать, потом в обратную сторону донести эту информацию до всех заинтересованных сторон, задокументировать это все, да, и там потом отслеживать, насколько эта картинка, эта вот идея, эта вот архитектура, этого решения потом правильно реализуется. Трудоемкость этой работы, она очень весомая, да, и, конечно, одна из попыток ее как-то уменьшить, да, за счет того, чтобы ускорить этот процесс диалога или процесс подготовки материала для передачи знаний, это, конечно, графическое моделирование. И это такая тема, которая может раскрываться совершенно в разных аспектах, потому что есть графическое моделирование, связанное с бизнес-процессами, и там можно говорить про EPC-диаграммы, про BPMN-нотацию и так далее, и так далее, да. Можно говорить про графическое моделирование, связанное с, не знаю, например, с организационными структурами, про моделирование, связанное с деревом целей, причинно-следственных связей и прочие-прочие-прочие вещи, да, и под каждую предметную область выработаны какие-то диаграммные техники, которые как раз позволяют вам ускорить процесс формализации знаний и общения с людьми, когда вы пытаетесь донести до них какие-то вот собственные идеи. В области программных архитектур, да, тоже есть тонна разных диаграммных техник, разных способов описывать структуру программных решений. Вот, наверное, самый фундаментальный, самый низкоуровневый и вообще принятый из них, это, конечно, UML, язык для графического моделирования. Но часто мы замечаем, что в обыденной жизни, да, мы тем же UML для описания программных архитектур не так уж часто пользуемся. То есть им пользуются разработчики, чтобы описать какие-то детальные схемы, особенности поведения софта и зависимости компонентов внутри софта, да, какие-то более верхуровневые схемы, они UML часто описывать не очень удобно. Вот, поэтому всегда есть некая серая зона, да, которая как раз упирается в программную архитектуру, в которой все как-то приспосабливаются и рисуют так, как придется. Вот, SAP как вендор, конечно же, с этой проблемой тоже столкнулся внутри самого себя, да, то есть так как на SAP разрабатывают сразу много программных продуктов, да, команды очень большие, очень разрозненные, часть команд, собственно, влились в SAP путем приобретения других компаний, да, имеют разную культуру работы совместной, и поэтому, конечно, выработать какой-то графический язык, который позволит нам программную архитектуру описывать более-менее унифицированным способом, да, получая как раз те самые плюшки от графического моделирования, как ускорение работы по проектированию или по передаче знаний. Вот, эта проблема как бы в себе давно варится, например, с 90-х годов этим занимаются более-менее системные, там специально выделенные люди, команды, которые на эту тему заморачиваются и распространяют знания внутри SAP, а как те или иные вещи графическим языком описывать. Требования к таким графическим аннотациям, конечно, они тоже лежат на поверхности, наверное, хорошо всем осознаваемыми, если вы хоть раз пытались графическим способом кому-то что-то объяснять, будь то на флипчарте или в PowerPoint, или в Visio, или там о каких-то специализированных инструментах типа Power Designer или еще в чем-то. В общем, тут инструмент даже не имеет значения, да. Главное, чтобы это было достаточно просто, да, для того, чтобы схема свою главную функцию выполнила, да, чтобы она компенсировала то время, которое обычному человеку требуется, чтобы прочитать описание в виде текста, да, чтобы вместо этого можно было потратить 5 минут на разгадывание картинки, и это сэкономило бы уймы времени, да, если бы вы читали описание этой картинки просто текстом. Вот. Это должно быть достаточно понятно, да. То есть здесь это требование, оно часто конфликтует с простотой, да, потому что можно сделать настолько все просто, да, что на самом деле все детали скроются и будет вообще ничего непонятно. Человеку, который хочется это разобраться в том, что вы пытаетесь рассказать. Поэтому здесь какой-то баланс должен быть между простотой и понятностью обязательно, да. Вот. На эту тему как раз вот справа тут смешной комикс, известный гуляющий по интернету уже много лет. Вот. Конечно, я хочу, чтобы это было приятно глазу, да, все-таки эргономика придумана не просто так, да, и наша способность воспринимать информацию с высокой скоростью, да, часто зависит от того, насколько схема, которая нарисована, выглядит лаконично, гармонично, да, насколько аналогично внутри себя, насколько там правильно соблюдаются те правила, которые внутри схемы определены, там, с точки зрения дизайна схемы, расположения компонентов и так далее, да. Ну и, наконец, другое требование очень важное, это низкая трудоемкость на разработку этих схем, да, потому что если рисование картинки будет занимать по времени столько же, сколько написание текста, то толку от этого не очень много, да. Поэтому, конечно, хочется, чтобы мы имели какую-то инструментальную поддержку, какие-то, конечно, наборы готовых шейпов или готовых примеров, да, из которых мы можем просто комбинировать свои собственные картинки, придерживаясь при этом как бы общего стиля. Когда мы говорим про, собственно, возвращаясь к теме моего сегодняшнего выступления, это диаграммные техники и иконки, которые САП продвигает в собственную экосистему в связи с появлением такого продукта, как облачная платформа, как бы вот эта вот тема, да, это диаграммные техники, иконки, это картинки вот такого вида, как сейчас на экране, да. Эту картинку я специально вставил в свой доклад для того, чтобы сделать такой небольшой мостик к тому докладу, который я делал в прошлом году, да, может быть, кто-то слушал на Pimony 2019 года и рассказывал про методические материалы, которые САП тоже бесплатно раздает, свободно раздает, и которые называются Integration Solution Advisor Methodology, то есть это методология по выбору интеграционных решений, да, там определенная концепция, как помочь компаниям подойти к решению вопроса по выбору того или иного интеграционного продукта, который есть в компании в ее портфолио, да, для решения конкретно интеграционной задачи, потому что понятно, что у клиентов у наших много разных интеграционных решений, для того, чтобы каждый раз не изобретать велосипед или не дублировать интеграционные решения, которые есть у клиентов, да, просто нужно показать правила, как тот или иной класс интеграционных сценариев нужно реализовывать, каким продуктом. И как бы вот в этом году эта методология, она, которая поставляется в виде темплейта, да, она обновилась, вышла версия 3.3, в прошлом году рассказала по версии 3.2, и в рамках этой версии появился такой набор тоже заготовок, да, для того, чтобы помогать компаниям описывать типовые интеграционные решения. Ну, вот, например, вот я свистнул один слайд, да, из той методики, которая описывает там типовый подход по организации интеграции типа A2A, то есть application-to-application, когда у нас нужно связать приложение, которое находится на земле, с приложением, которое находится в облаке, да. Для этого SAP рекомендует использовать сервис Cloud Integration, то есть наш CPI, да, возможно применять SAP API Business Hub, да, но при этом понятно, что Cloud CPI будет обращаться на землю с помощью Cloud Connector, да, и вот это как бы вся эта цепочка взаимозавязанных компонентов, да, она вот здесь вот аккуратно на графике представлена, легко читается, да, она хорошо разрезана на зону, то есть видно, где публичная сеть, где компоненты связаны с SAP-овским облаком, где земля, где DMZ, где секьюрный канал, то есть как бы вот на таком уровне просто понятно, изящно и достаточно лаконично. Это вот пример как раз той диаграммной техники, и того набора иконок, о котором, собственно, мой доклад, да, то есть это вот то, что SAP начал продвигать примерно там с 18-го года публично, да, в экосистеме своей. Но надо сказать, что эта вот диаграммная техника, этот набор иконок, это не единственное, да, чем SAP пользуется. Вот, и мы сейчас попробуем посмотреть, собственно, какие методы моделирования программных архитектур у SAP-ов встречаются в документах, да, и как SAP сам для себя их позиционирует, да, это поможет вам, собственно, тоже лучше понимать, где вы можете столкнуться с той или иной диаграммной техникой, да, и для чего они нужны. Понятно, что как бы в презентационных материалах, даже в материалах Application Help, даже по классическому приложению Nightweaver, по-прежнему встречаются веселые картинки разноцветные, да, которые вот я обозначил как фристайл материалы, да, где, собственно, без каких-то очень строгих правил, да, но тем не менее более-менее интуитивно понятно, описываются программные продукты, компоненты в их составе, коммуникационные взаимодействия, протоколы, связка между компонентами с точки зрения, там, каких-то трастовых отношений и так далее. То есть это вот, это по-прежнему в нашей документации присутствует, это никуда не ушло, да, несмотря на то, что как бы САП очень старается все диаграммные техники, ну, избавиться от фристайл техники и прийти к каким-то более-менее унифицированным материалам для того, чтобы, собственно, зрелость графики повысить в своих документах и учебных материалах. Тем не менее, как бы эта часть по-прежнему остается, и я на самом деле не вижу в этом ничего плохого, да, потому что любая диаграммная техника, которую мы применяем, это все-таки, ну, это просто инструмент, это смысл к применению которого зависит от цели, да, которую мы постараемся достичь. Да, если у нас смысл картинки там очень несложный, да, и мы не рассчитываем, что человек, который на нее смотрит, должен на нее медитировать в течение, там, больше 15 секунд, да, то вполне возможно, что стоит обойтись несколькими цветными квадратиками и простыми стрелочками для того, чтобы отнести свою мысль, да, и не использовать какие-то более формальные техники моделирования, вот. Поэтому, как бы, здесь тоже, именно поэтому я отношусь к фристайл технике спокойно. Но надо сказать, что таких вот картинок документации все меньше и меньше, да, и они преимущественно там уходят во всякие презентационные вещи, а не в аппликейшн. Вторая диаграммная техника, которую вы можете видеть, она называется Technic Technology Modeling. Собственно, название говорит само за себя. Это техника моделирования, которая принята во внутренних правилах ведения разработок в SAP, да, то есть этим пользуются внутри-саповские разработчики. Вы такие картинки могли встречать точно в Application Help, да, именно в тех местах, где нужно показать какую-то техническую внутрянку, где очень важны детали, да, где нужно показать нюансы. Вот там обычно используется как раз Technic Technology Modeling. Мы чуть попозже там на это внимательно посмотрим, да, чтобы вы могли сравнить там с той диаграммной техникой, собственно, о которой мы сейчас будем с вами общаться, да, это Solution Diagrams. Значит, я, наверное, попробую свернуть, что-то не мешало. Да, вот и третья диаграммная техника, да, это Solution Diagrams, Solution Diagrams, это то, что появилось совсем недавно, да, если там развивается с 90-го года примерно, то Solution Diagrams примерно с 2018-го стал публичным и стал активно продвигаться, да, у него акцент и смысл немножко другой, да, и об этом мы сейчас как раз будем говорить. Немножко про там, да, коли я вот от Ами заикнулся, да, и вы часто могли такую диаграммную технику встречать в документах. Значит, там это некий внутренний корпоративный САП-ский стандарт, там никогда не пушился САПом в свою экосистему, то есть САП не пытался популяризировать его, не говорил, ребята, давайте все, например, своим партнерам, да, вы, ребята, при внедрении, пожалуйста, в своих документах используйте обязательно там, когда вы рисуете какие-то архитектуры. Нет, такого никогда не было, да. Тем не менее, как бы, так как это внутренняя нотация и разработчики пишут именно в этой нотации описание тех решений, которые принимают, да, так или иначе эти картинки попадают потом в документацию, которая оказывается на руках у партнеров и у заказчиков, да, и эту документацию люди читают, да, эти картинки люди видят, и их нужно как-то правильно интерпретировать, поэтому, конечно, там требуют какие-то комментарии, да, для того, чтобы правильно его читать. Где эти комментарии можно найти, как с этим разобраться? Дело в том, что сам там это не какое-то там изобретение, которое придумано полностью с нуля, да, это некий компромисс между языком моделирования UML, да, версии 2.0, и консорциум FMC, да, который пытался тоже продвигать какие-то собственные идеи о том, как описывать программу архитектуры, вот, и там это вот некая комбинация, то есть мы остались в рамках графической нотации UML и взяли из FMC, так называемый, такой дополнительный тип диаграмм, который называется блок диаграмма, вот, и который используется для того, чтобы описывать такие вероуровневые композиционные структуры. Ну, то есть UML, вы помните, есть часть диаграмм, которые описывают поведение, то есть динамика поведения программного обеспечения, есть часть диаграмм, которые описывают статическую архитектуру, да, это диаграмма класса в первую очередь, да, вот, а композиционная структура, это вот та самая блок диаграмма, это то, что привнесено в рамках FMC и, в принципе, гармонично вплетается в UML и дополняет его, это такая более вероуровневая тип диаграмм, которая описывает разного рода компонентную структуру, да, того софта, который мы разрабатываем или взаимодействие, которого мы хотим показать, вот, и отражая аспекты на этом, особенность, всякие хитрые аспекты взаимодействия этих компонентов между собой. Вот, остальные диаграммы, да, я сейчас, правда, специально на них обращаться не буду, да, они все классические UML-ные, поэтому, как бы, они все для вас должны быть знакомы, вот. Вот, новшеством здесь является именно блок диаграмма, да, и вот именно ее, наверное, вы могли больше всего встречать в документации от SAP. Для того, чтобы привести какой-то пример, чтобы, ну, воспринять, что такое за пример этой блок диаграммы, да, вот я специально взял, открыл документ к нашему общему, нашему любимому саппортс-оркестрейшн, да, последнего, там, последнего сервис-пака 19-го, вот, и, там, просто буквально, там, за три минуты нашел два примера таких там диаграмм, вот слева это то, как выглядит, собственно, сам блоки-оркестрейшн с точки зрения диаграммной техники там, да, это сервер приложений Java здесь, в общем, представлен, да, показан Advanced Adapter Engine, покажен BPM-движок, ну, почему-то тут BRM, явно, видимо, не нарисовали, ну, да бог с ним, вот, показан SLD, да, они центральный Adapter Engine, если они нужны, показан Proc Composer с рисованием моделей в BPM-е, показан ESR с его Integration Directory, с соответствующими клиентами, с помощью которых мы контент этих двух репозиториев определяем, да, показаны разработчики, вот они, да, и показаны некие стрелки, да, кто с чем взаимодействует, куда, чего ходит, да, здесь видно, что есть кубики, которые, там, имеют форму прямоугольников, есть такие с овальными гранями фигурки, да, вот с овальными гранями, это так называемые Data Storage, то есть место, где что-то хранится, вот, и стрелки бывают двух типов, там есть просто стрелки, есть стрелки, которые показывают коммуникационные каналы, вот такие с кружочками, да, есть стрелки, которые описывают взаимодействие с Data Storage, да, я сейчас специально не буду углубляться в семантику всего этого хозяйства, да, я просто там дам на это дело ссылки, и вы, если хотите, почитайте, вот, я просто хотел, чтобы у вас некое видение сложилось о том, какого уровня детальности блок-диаграммы разрабатываются сапом, да, или вот другая картинка, которая связана с взаимодействием между BPM и интегрируемыми системами, да, если оно осуществляется через PI-движок, да, через Advanced Adapter Engine Extended. Вот, тоже, в принципе, все понятно, да, есть Adapter Engine, в котором устроена некая ICO, да, есть BPM-движок, который работает с ICO через SOAP-адаптер, да, с XA3.0 протоколом, а на стороне BPM-движка, собственно, используется Java Proxy Runtime и Web Service Runtime для того, чтобы до BPM-движка добраться, вот, а BPM-движки, собственно, взаимодействие с внешними событиями осуществляется через ивенты, да, там, ивенты, которые стартуют с процесса, или которые являются промежуточными по отношению к жизненному циклу процесса. Так выглядит, собственно, блок-диаграмма. Можно, как бы, для себя понять, да, что вот смысл блок-диаграммы – это раскрытие внутренностей, то есть некая внутренняя структура программного решения, как она внутри себя устроена, да, для того, чтобы, когда вы сталкиваетесь с инструментами по, например, разработке или по мониторингу, вам были понятны термины, которые вы видите, например, там, в NWA или в инструментах API, да, вот, собственно, все то же самое справедливо про любой другой продукт, который разрабатывает SAP, да, и блок-диаграммы, которые он для них рисует. Когда мы говорим про облачную архитектуру, да, то у нас фокус моделирования должен немножко меняться, да, вот нам с появлением облачного мира, да, очень многие вещи приходится пересматривать, в том числе и нотации моделирования, которые мы применяем. Потому что в облачном мире, в облачных архитектурах у нас масштаб наших решений немножко увеличивается, и нам важно рисовать не только то, что происходит внутри коробки, да, вот для этого есть как раз там и блок-диаграммы. Нужно показывать, что происходит при взаимодействии коробок между собой, да, потому что смысл облачного мира, да, в том, что у нас есть рост публичных сервисов, статартизованных, комбинируя которые между собой, мы получаем какое-то новое решение, которого там у клиента раньше не было. В этом как бы и мощь, и слабость одновременно клаудного мира. И поэтому, когда мы говорим о том, что нужно рисовать некие архитектуры, в которых фокус смещается, то есть масштаб моделирования увеличивается, и фокус смещается на то, что нужно допрожать взаимодействие между готовыми облачными сервисами, то приходится, то блок-диаграмма как-то не очень уже хорошо для этого подходит. И хочется что-то более такое, одновременно более простое, да, и более приятное глазу использовать, да. И вот здесь как раз, собственно, САП и начал развивать диаграммную технику, которая получила название SAP Cloud Platform Solution Diagrams, ну и icons, и иконки, да. Эта инициатива, она родилась внутри САПа тоже как некая неизбежность, да, потому что САПовское портфолио облачных продуктов растет, оно стало огромным, да, и фактически то, что раньше клиенту предлагалось в виде там одной коробки, в виде бизнес-сюита с набором компонентов, да, то теперь как бы это россыпь разных облачных продуктов, облачных сервисов, которые между собой как-то склеены, вот, и для того, чтобы показывать, собственно, клиенту, а как это между собой должно работать, да, что он, собственно, покупает, и какие возможны способы комбинации этих сервисов есть между собой, как раз стали рисоваться, ну, придумываться всякие диаграммные техники, которые в конце концов унифицировались, и вот выразились в такую SAP Solution Diagrams техник. Вот пример такой техники сейчас, пример такой диаграммы сейчас у вас перед глазами, да, здесь мы как раз видим некий он-премис мир, есть интеграционные компоненты, которые находятся в DMZ, да, и есть компоненты, которые находятся в паблик-клауде, и есть клиентская часть, опять же, там, паблик-клауде, вот, есть другие клаудные приложения, которые, там, влияются потребителями этого решения. Здесь мы можем видеть те продукты, которые сейчас составляют SAP Cloud Platform Integration Suite, да, это наш CPI, вот он, это Enterprise Messaging, это среда для синхронных передачи данных при помощи очередей, это некий HANA Database Service, то есть просто сервис базы данных, облачный API Management, да, и вот здесь вот специально, там, пунктирчиком, да, показано некое кастомное приложение, да, которое какую-то логику новую реализует в том наборе сервисов, которые есть у клиента. Вот, понятно, что это просто некий абстрактный пример, да, что при описании конкретного решения он, там, приобретает вполне точные формы, вот, но что нужно знать про эту диаграммную технику, да, то, что здесь SAP, конечно, пытается сделать их более красивыми, более привлекательными, да, ну, позиционируя эти картинки для более широкого круга лиц, которые, возможно, с этими картинками будут сталкиваться, то есть это не только техники, которые читают Application Health, да, к SAP-овским приложениям, но и, там, лицопринимающие решения, там, архитекторы, которые в глаза раньше не видели SAP, да, и, там, они не мыслили с SAP-овскими терминами, да, то есть сделать, там, эту диаграммную технику, задача была сделать эту диаграммную технику, там, чуть-чуть менее привязанной к SAP-у и более интуитивной, понятной, вот. Здесь вы можете заметить то, что вполне конкретные, вот из тех примеров, которые я уже показывал сейчас и выше, про эти диаграммы, да, что всегда используются одни и те же иконки для обозначения одних и тех же клаудных сервисов, что всегда используется вполне конкретный, там, смысл у стрелочек, да, то есть, там, пунктирная стрелочка обозначает обычную передачу данных, да, протокол рисуется вот в таком вот стиле, там, стрелочки взаимодействий, да, рисуются сплошными, в сплошном стиле и так далее. Где, собственно, про все это можно почитать, то есть, как вот семантику этих диаграммной техники, где можно узнать? Вот, собственно, две ключевые ссылки, которые вам на эту тему нужно знать. Первая ссылка – это официальная Вики-страница, да, она доступна там без регистрации, можно зайти и посмотреть материалы, где описывается эта диаграммная техника. Но, как бы, ключевым материалом, который на этом Вике публикован, является слайд Powerpoint, ссылку на которую, прямую ссылку на которую я привел, там, чуть ниже. В этой презентации, сейчас мы ее откроем и обсудим, да, вы как раз найдете исчерпывающее описание всей этой диаграммной техники. И смысл того, что САП, как бы, это делает публичным, да, и так подробно это дело описывает, именно в том, что САП предлагает, в отличие от того, как это было с ТАМом, если там позиционироваться как-то там внутренней, внутренняя диаграммная техника для внутреннего использования, которое вам приходится время от времени читать в документах, да, то эта диаграммная техника активно продвигается наружу, активно популяризируется, да, и ее предлагается использовать повсеместно, как для рисования архитектур, так и для рисования каких-то общих презентаций, да, при общении с заказчиком, вот, то есть в этом, и в этом одно из ключевых отличий от этой диаграммной техники. Что в этой презентации можно найти? Ну, во-первых, там огромный набор иконок, да, но там с четким гайдлайном по их использованию, да, то есть под каждый облачный сервис, который есть у SAP, есть конкретная иконка, тот по той же CPI или там Enterprise Messaging или еще что-то там, или про Integration Advisor, про который сегодня Леша рассказывал, да, есть вполне конкретная иконка, да, и SAP говорит, ребята, если вы где-то на своих архитектурных схемах используете ссылку на, и там пытаетесь обозначить присутствие Integration Advisor, то используйте вполне конкретный логотип, да, есть вполне четкие описания того, там, какая стилистика должна применяться, да, то есть какого цвета рекомендуется это делать, да, какие рамочки это обрамлять, да, если вы рисуете какую-то сложенную иерархию вложенных компонентов, описывая внутреннюю архитектуру программного решения, да, то какие рамочки использовать на верхнем уровне этой иерархии, какие на уровне ниже, какие на третьем уровне и так далее, да, то есть стили шрифтов, цвета шрифтов, размеры шрифтов и так далее, всякие выноски с комментариями, сносочки, циферки, цитаты, то есть все вот это вот, стрелочки, цвета, формы, стили, все это там в этой презентации приведено, сейчас мы ее, еще раз повторю, мы ее откроем, посмотрим на нее детально, и самое главное, как бы, что это все выдается вам не в виде, там, просто какого-то цехового документа, да, это все дается с исходниками, то есть вы эти иконки, графические элементы, нарисованные профессиональными дизайнерами, просто из этой презентации берете, копипастите и вставляете к себе, и комбинируете их, да, то есть там стрелочки хорошо тянутся и липнут к объектам, то есть в этом смысле там это профессионально подготовленная диаграммная техника, которой пользоваться действительно одно удовольствие, и самое главное, пользоваться ей получается очень быстро, то есть одно из ключевых требований, да, низкая трудоемкость при рисовании этих диаграмм, оно выполняется. Вплоть до того, что здесь, собственно, в этой презентации приведены и всякие примеры, как делать надо, как делать строго не надо, да, типовые ошибки, подсказки, как использовать разные фичи PowerPoint в Винде или там, или PowerPoint на Apple, да, на iOS, на MacOS, простите, да, то есть там поведение немножко отличается и так далее. То есть вот это все там описано, и этим, конечно, надо пользоваться. Давайте сейчас попробуем эту презентацию открыть и глянуть на нее чуть-чуть подробнее. Значит, эта презентация очень живая, да, она меняется достаточно регулярно. Последнее изменение произошло в мае, это версия номер 9. Вот, поэтому я рекомендую вам, ну, время от времени заглядывать на эту ссылку и проверять, не появилась ли новая версия, заглядывать вот на эту ссылку, да. А, несмотря на то, что я там ссылку назвал версия 0.9, но сама ссылка статичная, да, и, то есть по этой же ссылке потом будет опубликована версия 10 и так далее. Поэтому давно запомните саму ссылку. Значит, дисклеймер, да, о том, что вам это все передается как есть, да, авторство остается за сапом, но вы там вольны использовать это в своих схемах. Рекомендуется применять везде, где вам захочется, да. Сам набор иконок передается вам в виде zip-архива, да. Этот zip-архив, опять же, давайте его сразу откроем. Вот он. Да, здесь иконки, которые связаны с клауд-платформой. Вот, например, нас интересует Integration Suite, да, и все компоненты Integration Suite, они вот здесь вот. Вот наш CPI с иконками в виде PNG, SVG, Enterprise Messaging, да, вот он. Integration Advisor, про который Леша рассказывал, вот он, и так далее, да. Есть другие саповские иконки, да, которые обозначают отдельные продукты и отдельные какие-то логические элементы, которые вы хотите замоделировать у себя, в том числе базы данных и так далее. Вот, поэтому это все просто передается как есть, и можно это вполне использовать все в исходниках. Значит, есть набор иконок, которые не передаются архивом, да, а просто вставленные вот здесь, их можно тоже отсюда копипастить и вставлять. Я все это пролистаю. Саповские продукты, да, в разных стилях на белом и черном фоне. Не саповские продукты, с которыми сап очень тесно связаны, например, Cloud Foundry, да, это платформа, на которой работает Cloud Platform. Другие инфраструктурные элементы, на которые завязан сап так или иначе, или может работать, да, в том числе, например, Кима. Про Киму, например, будет нам рассказывать Гера Шутов очень скоро в рамках PMO 2020. Стили, про которые я говорил, да, со всеми кодировками цветов, вот как раз обозначение того, как описывать сложный, иерархически вложенный элемент какой-то архитектуры, да, что использовать на уровне верхнем, что пониже, да, что для того, чтобы это было, выглядело гармонично. Опять же, это просто работа профессиональных дизайнеров, да, и игнорировать, наверное, это просто так не стоит, да, это явно имеет смысл и отработано в годовой практике. Опять же, не пытаясь во все это вчитываться, моя сейчас цель просто вам продемонстрировать, что это есть, и вам это доступно. Разный типы сносочек, и вот самое важное, да, это описание тех элементов, которые, которые на диаграммах встречаются, да, это типы иконок, типы стрелочек, как обозначать протоколы, как обозначать интерфейсы, которые публикуют тот или иной программный продукт, да, какие стрелочки должны куда упираться, вот все это здесь очень четко описано. Да, есть каналы взаимодействия типа request-response, да, такие некие синхронные обмены данных, есть каналы, которые описывают просто потоки данных, в данном случае это не попытка показать асинхронное взаимодействие и какой-то полет сообщений, да, это способ просто логически показать поток данных, который передается из одного места в другое. Вот тут, например, из какой-то базы данных, лежащие, видимо, в on-premise уровне, да, передается в базу данных, которая работает как клаудный сервис на Хане, да, с применением какого-то connectivity сервиса, клауд-коннектора и какого-то replication тула, который работает на земле и работает через ODBC. То есть вот все вроде интуитивно понятно, да, и в этом, собственно, сила этой диаграммной техники. Просто за этой диаграммной техникой вполне конкретные строгие правила, да, которых САП просит вас придерживаться для того, чтобы у читателей ваших диаграмм сохранилась преимственность с тем, что рисует в своих диаграммах САП и показывает в своих презентациях, да, поэтому, пожалуйста, используйте. Вот более сложные примеры, да, когда нужно показать какие-то внутренние зависимости внутри вашего приложения. Вот есть некая SDK, которая дает SCP-платформа, вот ваш кастомный код, вот некая connectivity, которую вы публикуете наружу. То есть вот все, что вы можете придумать, оно на самом деле уже в этих примерах, в этой презентации отражено. Да, то есть вот я, по крайней мере, пытаюсь использовать эти картинки на протяжении там последнего года, да, и там постоянно нахожу ответы на свои вопросы именно на этих слайдах с примерами. Тут, собственно, все уже изобретено. Вот. Опять же, не пытаюсь углубляться сейчас в каждое описание, просто призываю вас это дело почитать и потихонечку к себе перенимать. Да, что делать надо, а что делать точно не надо. Вот что делать точно не надо, это пытаться вот тот набор иконок, который вам предлагается, да, комбинировать с другими иконками, которые вы берете из интернета или даже берете у самого САПа с его библиотек иконок, которые там являются частью Bandbook'а САПа или там являются частью Image Library, которая тоже публично доступна. Да, вот этого делать не надо. То есть, если у вас там откровенно другие иконки, то лучше стараться их избегать и пытаться выбирать те иконки, которые доступны из того набора, который приложен сип-архивом или который упоминается на этих слайдах выше. Даже если это чужие продукты, чужие иконки, старайтесь этого избегать, лучше подпишите просто название, чем пытаться рисовать свои. Это явным образом стилистику будет нарушать и чтение картинок затруднять. Есть особенности того, как использовать иконки, если они отображают какой-то сервис, который вы консюмите, либо вы пытаетесь изобретить какой-то компонент внутри сервиса. Тут тоже диаграммная иконка может отличаться, поэтому нужно быть внимательным. Все материалы, которые в этой диаграммной технике присутствуют, они поставляются в двух вариантах, для белого фона и для черного фона, поэтому не забывайте выбирать нужный, если вы фон меняете. Всякие tips и tricks, как работать с иконками, если вам нужно сделать определенный фон под него, потому что понятно, что не всегда белый фон – это то, что нужно. Вполне конкретный алгоритм, как быстро обрабатывать иконки, чтобы это было красиво. Типs and tricks по работе с инструментами по подготовке презентации – все это стоит внимательно почитать. На что я хотел обратить ваше внимание, возвращаясь уже к моему докладу, это различие между тамом, с которого я начал, и теми solution-диаграммами, на которые сейчас делаю акцент. Под тамом я имею в виду блок диаграмм составит там, потому что помните, что там еще есть куча других диаграмм, которые унаследованы из UML. Хочется подчеркнуть, что там все-таки акцентируют внимание на внутреннее устройство какого-то программного продукта, программного решения. Он очень много акцента ставит на том, какие типы взаимодействий между компонентами внутри программного решения могут быть. В том числе, например, можно явно показывать, кто является клиентом, кто является сервером в этом взаимодействии между программными компонентами. Какие компоненты имеют доступ только на чтение к сториджу, где данные хранятся, например, в базе. А какие могут не только читать, но и писать. То есть вот такие вот хитрые нюансы, они моделируются только в блок-диаграмме там. В диаграммах для SCP таких деталей нет. Здесь фокусно именно на то, чтобы показать, какие зависимости между клаудными сервисами, которые вы потребляете, и саповские, и не саповские, существуют, чтобы понять, собственно, как само решение должно взаимодействовать. И показать функциональное значение каждого уличного сервиса в вашем составе, в составе вашего решения. Именно на значение его и позиционирование. С такими картинками можно разговаривать о верхоуровневой архитектуре, можно обсуждать с безопасниками протоколы и защищенные каналы и так далее. Но вся начинка, то, как кардоблачный сервис устроен, и как внутри себя он себя ведет, конечно, моделировать уже не очень удобно. Фактически потому, что диаграммная техника SCP предлагает просто рисовать набор вложенных квадратиков между собой и стрелочек между ними, которые всего двух видов бывают. Поэтому глубина погружения с помощью такой диаграммной техники будет очень невысокая. Поэтому, если говорить, ну вот, и да, вот этот хороший пример, который показывает разницу между TAM и SCP. Слева это TAM, блок диаграмма в TAM. Здесь вот видно, что выделяется набор неких пользователей, которые там обозначены как кастомер, обозначен некий онлайн-магазин. Понятно, картинка абстрактная, и к саповским продуктам отношения не имеет, но как бы для примера примерно все понятно. Есть три приложения в составе этого онлайн-магазина, есть набор какой-то персистен собственный у этого магазина, и есть некая бэкэн-система, в которой есть данные, которые будут использованы при работе этого онлайн-магазина. Есть некий внешний сервис-провайдер, который тоже является от уровня от онпремис ландшафта, сервисы которого употребляются. Есть коммуникационные каналы, которыми работают клиенты, есть коммуникационные каналы, с помощью которых онлайн-магазин использует внешний сервис, и есть некие персистенсы, к которым можно читать и писать, когда нужны данные для того, чтобы приложение онлайн-магазина работало. И то же самое в диаграммной технике для SCP. Здесь понятно, что так как это рисована для SCP, и этот пример уже показывает этот абстрактный пример в терминах и сервисах, которые предоставляет САПовский SCP. Здесь есть некий бэкэнд в виде САПС4HANA, в котором есть некие абстрактные данные для магазина, то есть не детализируется на что там внутри. Зато показан, через какой интерфейс к этим данным можно добраться. Показан Cloud Connector, который, собственно, обеспечивает безопасное соединение между облаком и землей в тех случаях, когда данные должны забираться с земли по обращению из облачного приложения. Обозначена наша глава платформа. Да, здесь написано, здесь вот есть явное видео онлайн-магазин, который представляет собой набор САП-UFI в приложении, иконочка соответствующая технологии Fiori, есть Connectivity, через которое клауд-платформа будет обращаться к бэкэнду, есть Хана-сервис, который реализует тот персистенс, который лежит в облаке и принадлежит самому магазину, есть внешний сервис провайдер, доступ к сервисам, которого обеспечивают через REST. Вот примерно одно и то же, но тут видно, что здесь мясо побольше, здесь мясо поменьше, но больше акцента на взаимодействии между элементами. Конечно, с точки зрения внешнего восприятия вот эта вот картинка более привлекательная, более красивая, ее можно без не сильно парис вставлять в презентацию даже для общения с людьми высокого уровня, которых в технике мало понимают. Вот эту картинку, конечно, вставлять тяжелее, потому что она не такая веселая, и семантику стрелочек иконок все-таки требуется дополнительно комментировать словами. Поэтому с точки зрения резюме я посоветовал бы вам следующее. Используйте TechnoRectecture Modeling в тех случаях, где для того, чтобы вам правильно интерпретировать те схемы, которые встречаются в традиционной документации сап до сих пор и они некуда не исчезают. То есть SCP Solution Diagrams не будут заменять там. Там по-прежнему являются основной техникой моделирования внутренних архитектур приложений, которым пользуются команды разработчиков внутри сапа. Поэтому там нужно по крайней мере знать, чтобы понимать документацию. Если вы хотите, сап на этом не настаивает и не популяризирует, но если вы хотите рисовать свои программные архитектуры, имею ввиду детальные схемы для этих программных архитектур в стиле как у сапа, и вам нужно показать фокус именно на внутрянку ее, то, конечно, берите и используйте там. В этом смысле у сапа есть публичная версия иконок. Она гораздо менее презентабельна с точки зрения того, что вы видели для SCP Solution Diagrams, то есть публичная версия иконок для там выглядит примерно вот так. То есть это блок диаграммы с набором иконок готовой легенды, которым расставить на презентации, пример, который мы обсуждали с онлайн магазином, и другие диаграммы, кроме блок диаграммы, там, помните, есть Activity диаграммы, State диаграмма и Secents диаграммы, унаследованные из UML, здесь я не акцентирую внимание, потому что все стандартно, и, конечно, класс диаграммы. фактически это диаграмма классов со стереотипами. Это все можно брать и использовать, но, конечно, это не так мощно, как только что мы смотрели с вами для solution диаграммы, SCP solution диаграммы. Так, сейчас я вернусь. Но, тем не менее, как бы этот шаблон можно, вы можете получить, я почему-то не нашел публичную ссылку, то есть я нашел публичную версию этой презентации с иконками тама, но не нашел публичную ссылку, которую я мог бы сейчас просто вам пошарить. Если вам эта презентация нужна, тамовская, я готов ее отдать, мы там с Ильей договоримся, как ее публиковать среди материалов PMO 2020, и вы можете ее использовать. Ну, и еще раз акцентирую ваше внимание на то, что там нужно использовать в том случае, если вам важно показывать внутреннюю архитектуру приложения и делать акцент на особенности коммуникации информационного обмена между компонентами вашего решения внутри. И SAP Solution диаграммы предлагаю использовать для того, чтобы читать новые красивые картинки, которые вы встречаете в новой документации SAP, как правило, связаны с облачными решениями SAP. Если применять эту диаграммную технику в случае, если вы хотите использовать стиль от SAP, почувствуйте разницу, про там я говорил как у SAP, то просто пытаться использовать опыт SAP, хотя SAP на этом не настаивает, то в стиле от SAP, я намекаю на то, что SAP активно продвигает и популяризирует диаграммную технику в свою экосистему. И если вы хотите делать фокус именно на артитуре решений, которые покрывают композиции из нескольких клаудных сервисов или клаудных и онпременных сервисов между собой, если вам важно отображать именно в графике особенности взаимосвязи между теми сервисами, которые вы консюмите. Считается, что в облачном мире, куда мы постепенно движемся, те решения, которые мы придумываем и разрабатываем своих клиентов, они все больше и больше будут являться комбинацией клаудных сервисов. Что-то SAP поставляет в качестве рекомендуемых комбинаций, когда предлагают какие-то комплексные решения своим клиентам. Но, конечно, остается очень большая зона инноваций, в которых SAP рассчитывает, что партнеры или консалтер будут придумывать кастомные решения, комбинируя клаудные сервисы между собой. Будь то клаудные сервисы самой платформы или клаудные сервисы, которые предоставляются в виде готовых продуктов, например, SuccessFactors, Ariba, Fieldglass и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому вот такая вот короткая короткий, наверное, мой доклад. Я уложился практически в час, даже с небольшим запасом. Буду рад услышать вопросы, если они есть. Спрашивайте. Ринат, вопросов пока не поступило. Я задам свой вопрос. Возможно, я пропустил. А есть ли для Visio stencilы? Вот эти вот кубики, которые можно там вставлять? Есть. Но с ними ситуация немножко сложнее. Если SCP Solution диаграммы и иконки, они сразу позиционируются как диаграммная техника верхнего уровня, которой люди будут пользоваться только в PowerPoint, грубо говоря, и под нее нет никаких заготовок в Visio или в Power Designer, то в Time, который позиционируется как более такой хардкорный инструмент моделирования технической архитектуры, конечно, есть заготовки по stencils в SubPower Designer, которые доступны клиентам, которые заморочены Power Designer. Есть, конечно, набор иконок Visio, но с ним немножко сложнее, потому что есть публичный набор иконок Visio, который доступен по этой ссылке на FMC, если вы провалитесь сюда, mcmodeling.org, там написано, собственно, как, собственно, SAP использует наработки FMC для того, чтобы построить свой там, и там есть ссылка на, публичная ссылка на скачивание Visio stencils, но она достаточно старая, то есть он рассчитан на старую версию Visio, они работают и в новом Visio, я как бы пробовал, это все, в принципе, до сих пор применимо, но внутри SAP, да, есть гораздо более актуальная версия на Visio stencils, Visio shape, но она внутренняя, то есть ее нельзя шарить, я не знаю, по каким причинам, да, это как бы равно следствие того, что SAP не пытается популяризировать там среди своей экосистемы, да, все-таки рассматривает его именно как внутреннюю методику, технику моделирования, вот, и поэтому не рассчитываю, что все будут активно этим делом пользоваться в разработке своих проектов Visio, вот, но тем не менее, как бы вот, вот пока так, да, в принципе, как бы, если есть строгий интерес у кого-то из слушателей, я там готов не полениться запросить у коллеги, которые, собственно, возглавляют всю там команду внутри SAP, и спросить, готовы ли они публиковать Visio shape публично, да, можно ли это сделать и так далее, если такой интерес, я не полениться сделаю, и там, возможно, мы такую версию Visio shape получим. Понятно. А какая, на твой взгляд, эта емкость использования вот этих вот solution, диаграмм в PowerPoint, насколько, ты пробовал что-то рисовать сам? Да, пробовал. Вот я примерно год как бы тренируюсь на разных на разных проектах, да, где мне нужно нарисовать именно комбинацию клаудных сервисов. Это очень приятно рисовать, да, потому что, опять же, все вот эти иконочки и квадратики, если их просто копипастить из презентации, которую я показывал, да, то они хорошо рисуются, да, они уже в нужном стиле все оформлены, стрелочки липнут к нужным уголкам, поэтому как бы рисовать их достаточно быстро и приятно. Я бы сравнил это примерно с визио по трудоемкости, да, может быть, чуть проще, может быть, чуть проще, все-таки там у визио там гораздо более богатый тяжелый инструмент, внутрянка, вот, поэтому как бы это определенные подготовки требует. Вот, к рисованию иконок в PowerPoint, в общем, там он абсолютно такой ни к чему не обязывающий инструмент, поэтому, да, но единственное, что, конечно, в PowerPoint легко нарушить общие правила стилистики, да, то есть, можно легко случайно смахнуть и там нарушить шрифты, цвета и так далее, но тут просто нужно руку набить и, да, быть чуть более внимательным и аккуратным, вот, а в целом, конечно, я абсолютно доволен той скоростью, которой получается разрабатывать вот такие картинки, да, особенно если набить руку хоть чуть-чуть, да, то будет вообще круто. Еще раз, это просто копипасты и рисование стрелок и ничего более, вот, а картинки получаются быстро очень годные. Еще, Иннат, посмотри, пожалуйста, в чате есть вопрос от Григория Рылова. Так, сейчас в чате, в чате, в чате, как мне чат увидеть? Я что-то вот пока не... Я могу зачитать? Зачитай, пожалуйста, если не сложно. Как долго будут жить новые иконки? И будет ли редизайн? Два вопроса в одном. Вопрос правильный. Значит, в принципе, конечно, САП старается некую преемственность иконок сохранить, да, то есть они не меняются кардинально каждые полгода, вот, но они меняются по мере того, как САПовское портфолио в кладных сервисах обновляется, да, вот. Часто меняется не иконка, а подпись к иконке, например, вот Integration Advice, про которую рассказывал Леша, там год назад назывался Integration Content Advisor, то есть одно слово из названия исчезло, да, вот, меняется вот чаще вот это. Иконки, которые ассоциированы с конкретным кладным сервисом, сами иконки обычно не меняются, да, добавляются новые, если появляется новый сервис, вот. как часто это происходит, можно, наверное, ответить на этот вопрос, если мы посмотрим вот на вот эту ссылку на вики-странице, там история изменений ведется, ссылка, откройся. не очень быстро открывается, еще надо было, наверное, в кроме ботацепа сделать. Ну вот, собственно, история версии, да, здесь показано, где чего поменялось и чего добавилось, поэтому изменения есть, они все хорошо документированы, и можно следить, но еще раз, общая преемственность, да, она здесь наблюдается, и здесь нет попытки каждые полгода революционно все обновлять, поэтому картинки, нарисованные вами там сегодня, они через год будут актуальны, насколько актуальна структура САПовского портфолио клаудных сервисов. Понятно. Ребята, еще вопросы? Ну, вопросов больше нет, вы посмотрите презентацию и увидите адрес Рената, тогда, Ренат, спасибо большое за доклад, мне лично было интересно, потому что стиль этот появился, а как он инструментально поддерживается, я не знал. Хорошо, коллеги, спасибо большое за внимание, рад был повидаться, пишите, звоните, я всегда на связи, всего доброго и пока-пока. И на завтра у нас доклады первые в 12, мой доклад по разработке адаптеров, затем доклад Ивана Шашурина САП Conversational Искусственный Интеллект, речевой Искусственный Интеллект, чат-боты в мире САП в час 30 и доклад Геры Шутова САП Кима в 3 часа дня. Пожалуйста, подключайтесь, спасибо всем сегодня за внимание и до свидания, до завтра. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok